Сегодня мы с вами разберем программку. Это игра больше-меньше, которая очень частенько располагается на сайтах, где вы можете потренироваться как бесплатно, так и за реальные деньги. Но прежде чем тратить свои огромные сбережения, мы просто напишем похожую программу и попытаемся оценить, скажем так, свои знания, предсказания, угадывания чисел. Начнем с чего? На форму мы расположим два объекта Edit, три кнопочки, Button1, Button2, Button3, объект Label для подписи, то есть вот у нас один объект, второй объект и третий объект. Затем Shape, фигурку, и объект Edit. Ну, кнопочка добавить тысячу будет добавлять нам тысячу единиц, скажем так, виртуальных каких-то единичек, на которые мы будем играть. Ставка. Здесь мы будем устанавливать сумму, на которую мы играем. Ну, и приз. То есть, если мы выигрываем, у нас добавляется такая же сумма, как и приставки. Roll меньше 48, значит, это мы угадываем, что значение, сгенерированное случайным образом, будет меньше 48. Если мы угадали, значит, наш индикатор загорится зеленым цветом. Если не угадали, красным. Ну, и, соответственно, в наше поле Edit, мама, вернее, будут записываться все наши числа сгенерированные. То есть, какой порядок их будет генерацией. Здесь добавить можно все, что угодно, то есть, расписать даже меньше, больше, какое число. Выиграли, проиграли, но мы пока делаем простенький вариант. Ну, начнем с чего? Значение свойства текста установим 1000, и ставку значения запишем 0,1 и 7 нулей. Далее, приз, это объект Label. Мы берем значение из объекта Edit и заносим его в Label. Ну, и начнем с чего? Давайте начнем разбираться с добавить 1000. Мы завели с вами две переменные. То есть, начнем с самого начала. Программа уже написана. Первая запись прошла не совсем удачно. Где-то прервалась. Ну, начнем с чего? Заведем две переменные S и S1. S это у нас будет общая сумма. Переменная S1 это будет наша ставка. И переменная X и N. Сделаем их вещественного типа, то есть, это могут быть дробные значения. Для чего? Догенерируем случайное число, и в дальнейшем будем сравнивать. Но начнем создавать процедуру обработки событий. Для начала создадим две кнопочки добавить 1000. То есть, здесь мы указываем, что новое значение переменной S, которое в объекте edit отображается, будет равно. Здесь мы преобразуем старое значение в число, добавляем к нему 1000 единиц, заново преобразуем float, то есть tr в строку, и выводим в объект edit. Ну, давайте посмотрим, как это работает. То есть, переменную S мы поместили такое же значение. Ну, добавить 100. То есть, у нас становится 2000, добавить еще 1000, 3, 4, 5, и так далее, и тому подобное. Далее создаем процедуру обработки событий для второго поля edit, для ставки. Нам необходимо, чтобы при изменении значения, то есть, мы выбираем событие onChange при изменении значения, поля 2, а значение переменной S1 тоже изменялось. И это же значение выводилось у нас в label1, в captions, надпись приз, равно, и такое же значение, как и в edit2. Далее, основной код идет у нас по угадыванию кнопочек. Кнопка 2 и кнопка 3. Еще хочется сказать, что при создании формы мы сделали следующее, то есть, мы включили генератор случайных чисел, сгенерировали какое-то число. Это при создании формы. Чтобы нам уже заранее было с чем сравнивать, да? Здесь же мы присвоили значение переменной S и вывели его на экран. Вот он, инициализация случайных чисел, тоже при создании формы. Но можно, конечно, поставить сюда повыше. Ну и переходим к основным кнопочкам. Что происходит здесь? Переменной S1 присваивается значение из поля edit2, то есть ставка, когда мы ее изменяем. Затем генерируется случайное число и происходит проверка. Если наше число меньше 48, что мы делаем тогда? То есть, мы в переменную S увеличиваем, это значит, что мы угадали это число. Мы увеличиваем его на сумму ставки, которая хранится в S1. Тут же, нашу фигуру Shake, Brush, Color, мы присваиваем цвет зеленый. И в memo отображаем уже увеличенную нашу сумму. В memo 1, то есть мы выводим результат генерации, то есть что было сгенерировано и так как х это у нас число, мы преобразуем его в строку для того, чтобы ввести в поле memo. Аналогичным образом делаем, повторяем код, только здесь уже будет разность. Это в том случае, если мы не угадали. Ведь else работает на случай, когда мы нажали меньше 48 и не угадали. В этом случае значение S1, это наша ставочка, у нас будет отниматься от общей суммы. Наша фигурка будет светиться красным цветом. Ну а в memo тоже самое выводится результат. И в этот текст мы уже результат нашей угадывания, неугадывания, либо прибавилось, либо отнялось, мы выводим на экран. На вторую кнопочку все идет точно так же. То есть, если мы посмотрим на кнопочку RAW, мы увидим то же самое. То есть, S1 найдет 2, X генерируем случайное число, и идет проверка. Если X больше 52, значит, все то же самое. Здесь у нас идет сложение значений. То есть, к нашей сумме прибавляется выигрыш и окрашивается зеленым цветом. записывается в memo. Иначе, иначе отнимается, цвет будет красный и все это выводится в memo. Вот такая вот игрушка у нас получилась. Давайте сейчас проверим, посмотрим, как это все работает. здесь мы сейчас закроем окно. Антивирусник наш. И смотрим, значит, мы ставим ставочку RAW меньше 48. Проиграли. Соответственно, 0,01 уменьшилось. Изменим ставочку, поставим стоп. Еще раз нажмем RAW. Опять проиграли. Соответственно, наша сумма изменяется. Таким образом, мы можем виртуально поиграться на наши, скажем, как виртуальные единицы. И посмотреть результат, какие у нас способности к угадыванию чисел. на этом сегодня все. Спасибо за внимание.